Здравствуйте! Вот сегодня под нашим заголовком про Дмитрия Ивановича Менделеева будем говорить про очень такое вот тёмное дело нефть. Тёмное по цвету имеется в виду нефть, но и тёмное по происхождению, кстати говоря, тоже. Вот этот светлый образ Дмитрия Ивановича Менделеева уступит на нашем экране место нефтяному фонтану. Это старинная фотография нефтяного фонтана, который ударил где-то на просторах Российской империи ещё в те времена, когда нефтеразведка делала только первые шаги, и поэтому удавалось разведать самые хорошие месторождения, в которых нефти много, которые залегают высоко, в которых нефть находится под большим, как это называется, давлением. Внутри пластов, между пластов большое давление, которое заставляет нефть бить фонтаном. Видите, на какую огромную высоту, во сколько раз больше фонтан нефти выше, чем высота, так сказать, вышки. Десятки метров были такие, били фонтаны нефтяные. Очень много нефти, каждый отдельный давал скважина, большой был дебет, что называется. Всё это были золотые времена нефтедобычи и нефтеразведки. Вообще говоря, нефть известна была с самых-самых таких древних времён. Античной, значит, античным Средиземноморьем нефть была известна. Но нефть не очень понятна была, её происхождение, как-то люди не особенно задумывались упорно с происхождением нефти. Впервые в средние века такой средневековый учёный Агрикола упомянул, ну, если позволение сказать, это была, наверное, первая версия происхождения нефти. Он говорил так, что вот из нефти при сгущении нефти образуется каменный уголь. Вот он знал и каменный уголь, значит, и нефть Агрикола. Ну, вот у него-то была такая вот идея, то, что вот из того же материала, что и нефть, состоит каменный уголь. Ну, в каком-то смысле он прав, потому что и нефть, и такая-то часть каменного уголя – это углеводороды, да? Вот уголь, вообще-то говоря, при своей переработке, при сухой перегонке уголя выделяются жидкие газообразные углеводороды. В некоторых шахтах вообще есть изобилие, так сказать, метана, поэтому шахты взрывоопасны. Значит, вот такие вот опасные шахты в Донецком бассейне существуют, и в Кузнецком, в Кемеровской области. Вот, а в других местах шахты, напротив, кстати говоря, богаты углекислым газом. Вот как ни странно, то есть там уже легких углеводородов, как метан, не осталось, зато поступает углекислый газ, ну, который тоже опасен, на самом деле, для шахтеров, но не взрывоопасен, одна единственная радость. Ну, это об угле, об угле отдельный разговор, а теперь об этой вот гипотезе о том, как из нефти образуется уголь. Действительно, эта гипотеза вроде бы подтверждается в первом приближении, ну, то есть первыми такими вот исследованиями, если взять нефть, просто спокойно ее разлить, дать ей высохнуть. При этом будет происходить ее перегонка. Первым делом от нефти отделятся легко летучие и, кстати говоря, самые горючие ее фракции. Затем, значит, станет черед более тяжелых фракций. Пригреет солнышко, еще сильнее пойдет вот этот вот процесс, так сказать, возгонки уже, наверное, нефти, а не испарения, потому что она не будет уж жидкой, да, вот когда говорят об испарении, так сказать, жидкости, так обычно и говорят, испарение. А когда речь идет об испарении твердого тела, используют термин возгонка, да, вот так вот. Вот, например, зимой снег и лед частично возгоняются, то есть из того снега, который упадет в течение зимы, далеко не весь снег превратится в воду весной и создаст полагодие. Часть его будет, так сказать, просто испаряться в сухом виде, будет называться, так сказать, возгонка твердого тела. Вот, и вот эта вот возгонка происходит, тем более, если солнышко пригреет, оно ультрафиолетовые лучи на него бросит. Вот ультрафиолет, это такие интенсивные лучи, которые вызывают ожоги на коже человеческой, которые приводят к разложению разных органических веществ. Бумага, которые долго-долго завешивали окно, скажем, в отсутствии, там, не знаю, занавески, да, она постепенно становится хрупкой, происходит вот эта вот радиационная шивка, радиационные повреждения. То же самое происходит и при облучении нефтью ультрафиолетом, которая вот просто вот разлита, да, нефть. Вот, происходит разложение более тяжелых молекул на более легкие, их испарение, возгонка, 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 пока не останутся очень длинные тяжелые молекулы. Раньше это называли нефтяные остатки, а сейчас больше принято называть мазут. В конце концов, и от мазута останется только битум или гудрон, как раньше называли. Такой вот простой народ называл этот гудрон варом, вот так вот, потому что из него варили асфальт на улицах, варили его в котлах и поливали, значит, вот улицы этим, значит, варом, смешиваясь с песком его, получался асфальт. Вот, как получается. То есть, действительно, вроде есть такая иллюзия, что когда все это высохнет, действительно, остается, что такой гудрон, очень похожий по цвету, наверное, и по фактуре немножко похожий на уголь. А потом дальше можно проэкстрополировать, может, он совсем так вот засохнет, что станет как уголь, да, вот такие вот, такая твердая порода, которая вот раскалывается. Гудрон, кстати, тоже раскалывается от резкого удара, чтобы вы знали. С одной стороны, его можно положить на полку где-нибудь в чулане и забыть о ней, и он будет течь, он будет стекать с этой полки каплями. Вот был у меня такой случай вот в детстве, я вот много лет своего детства наблюдал, как стекает с полки такой вот кусочек гудрона, который, значит, стал течь, превращаясь в жидкость. А более терпеливые люди замечают в метро, как оплывает надпись, например, выполненная на мраморе. Вот там, значит, заметно в течение полувека, даже больше полувека, который существует в московском метрополитене, уже такие надписи, говорят, появились, которые заметны, что они, значит, оплыли. Значит, мрамор тоже течет даже под собственным весом. Правда, время нужно гораздо большее, чем гудрона. Так вот, гудрон так и не становится таким вот твердым кристаллическим, ну, околокристаллическим материалом, как каменный уголь. То есть, это гипотеза агриколы, которой мы так непростительно много времени посвятили, она совершенно не работает. Но это первая гипотеза происхождения нефти. Вообще-то, говоря, нефтяная промышленность, насколько я понимаю, возникла в Соединенных Штатах, в штате Пенсильвания, куда в свое время был для изучения вот этой американской нефтяной промышленности командирован Менделеев. Добычу нефти в Пенсильвании начали индейцы. Индейцы рыли колодцы и добывали там вот эту вот жидкость. Они использовали медицинские цели, как мазь. Вот, вот эта вот мазь нефтяная использовалась. Европейцы ее переняли. Ну, стали ученые опыты делать с нефтью. Ну, что с ней можно сделать? Что может ученый-химик сделать с веществом, которое в его руки попало? Ну, одним, значит, его реактивом попробовать, другим попробовать реактивом. Перегнать, да, вот так самая перегонка, что использовалась, скажем, для винокурения, да. То же самое и здесь попробовать сделать. Оказалось, из него можно получить жидкость, которую стали называть светильным маслом. Этим светильным маслом хорошо освещать, заменять масло в масляных лампах. Дело в том, что в ту эпоху, ну, в эпоху, скажем, доставшуюся нам от 18 века, освещение было в ходу масляное. Причем масляные лампы были устроены совсем не так, как мы себе это обычно представляем. Ну, кто успел застать, те застали керосиновые лампы. В керосиновой лампе бодро горит керосин на конце фитиля, он, значит, испаряется и в воздухе уже сгорает. Вот это вот нагретые частички копоти в этом керосиновом пламени светятся желтым огнем и освещают, значит, комнату, где вокруг стола собралась семья. На то время, пока, значит, перегорели пробки или там на электроподстанции что-то случилось, это вот так было в мое время. Ну, а потом, значит, семья пожинает плоды, копоть, которая вылетела из стекла лампового, вот что происходило когда-то. В те давние времена освещались жиром. Жир горел. Нужно сказать, что ради этого жира в основном и добывались китообразные. Дело в том, что мясо китов как-то вот для европейского вкуса не очень считается вкусным, как-то оно не приобрело. Я еще застал времена, когда в магазинах продавалась китовая колбаса, да, колбаса из китового мяса. Но главное, для чего добывали, это китовый жир и китовый ус. Из китового уса за неимением вот этих современных полимерных материалов всяких таких вот гибких и прочных изготавливались, ну, в основном, так сказать, корсетные изделия. Да, мы хотели казаться красивыми, стройными, имеющими крайне узкую, патологически узкую талию. Вот это вот находило спрос. А жиру, в общем-то говоря, Европа обязана своей цивилизованностью. Жир был единственной пищей для светильников. Вот это вот в холодной средневековой Европе поэты писали при цвете, так сказать, масляных ламп. Вот они посвящали там всякие стихи прекрасным дамам, философские исследования. Вот всему, всей цивилизации европейской, европейская цивилизация целиком обязана китовому жиру, особенно позднего времени. Китовый жир вот давал, значит, возможность. Так как сейчас, вот, например, компьютер, электричество, так-так, к ту пору китовый жир. Иначе приходилось бы значительную часть суток людям просто вот, значит, спать, а не писать разные стихи. Придумали люди получать стеарин. Стеарин – это, значит, производная жира. Вот нашли в жире такую, значит, консистенцию твёрдую, стеарин, которая позволила заменить, так сказать, сальные свечи. Сальные свечи, которые, кстати, были съедобными, когда-то использовали, значит, в них горел, так сказать, твёрдый жир, сальные свечи, стеарин. Стеариновые свечи. Стеарин был продукт переработки жиров животного происхождения, главным образом. Вот так вот это было до появления керосина. Значит, цивилизация захотела хорошего яркого света. Значит, добились этого каким образом? Яркий хороший свет, вот такой вот яркий-яркий-яркий, давали калильные лампы. Вот этот вот достаточно тусклый, но горячий огонь масляной лампы нагревал такой колпачок. Он, знаете, напоминает, что детскую вязаную шапочку, но очень-очень маленького размера. Кстати, их и делали точно так же. Из нити, значит, видимо, женщина плела маленькую такой вот вязанный колпачок. Этот вязанный колпачок пропитывали смесью, так сказать, солей, разных твердых солей. Этот колпачок отвердевал. Вот он был очень хрупкий, но отвердевший. Это появлялся вот такой вот колпачок для калильной лампы, или сетка для калильной лампы. И вот эту вот сетку накаливали в пламени позднее керосиновом, а до этого, значит, в пламени масляной, так сказать, горелки. И вот он светился ярко-ярко, так примерно, как светится сейчас свет наших ламп накаливания. Идея была-то точно такая же, в принципе говоря. То есть лампы накаливания позаимствовали эту идею у калильных ламп накаливать твердое тело. Только уже не огнем, коптилки, а электричным. Вот как было дело. Иногда они ломались и трескались, калильные сетки. Вообще-то очень хрупкий был объект, потому как был вот так вот изготовлен интересным образом. И оказалось, что освещение керосином очень выгодно. Менделеев говорит, что в 8 раз дешевле освещаться керосином, чем с теориновыми свечами. Вот как выгодно это было делать, оказывается. Очень выгодное дело. И первоначально нефть использовалась в основном как источник освещения. С досадой Менделеев говорит, вот пенсильванская нефть в 2,5 раза больше дает вот это вот светильного масла, чем бакинская нефть. Вот видите, бакинская нефть оказывается в ту пору считалась в 2,5 раза хуже, чем нефть американская, пенсильванская. Остаток, вот этот нефтяной остаток, который от перегонки возникал, то, что называется, так сказать, мазутом, он использовался для смазки. Прямо непосредственно вот такое вот мазутом смазывали что-нибудь, колеса, да. Любимое занятие у транспортников всех времен, наверное, смазывать колеса колесной мазью. Значит, на железной дороге мазутом смазывались вот эти вот оси железнодорожных колес. Извозчики могли тоже мазутом смазывать свои, значит, так сказать, подшипники, экипажи извозчиков. Вот такая у них тогда была стезя смазывать все чем-нибудь. Ну, настоящая потребность в нефти была, так сказать, освоена тогда, когда появились двигатели внутреннего сгорания. Вообще-то говоря, Менделеев, как химик, считал, что топить нефтью – это крайне невыгодно, нерационально. Он выступал за глубокую переработку нефти. Еще такое у него крылатое изречение есть. Топить можно и ассигнациями печку. Не только нефтью. Что ж подумаешь, нефть. Ассигнацией можно топить. Действительно, переработка нефти гораздо более выгодное, доходное занятие, чем его просто сжигание в топках. Хотя сжигание нефти уже и в ту пору дало, ну, скажем так, скачок транспорту. Транспорт ведь был на паровой тяге. Вот представьте себе корабль, груженный углем. Уголь у него топлива, да? Это просто его главный энергоресурс. Запыленные кочегары бросают лопатами. Какой большой вот этот вот штат кочегаров надо иметь. Целая проблема погрузка угля. Меньшая проблема освобождения от шлака. Его просто, так сказать, за борт выбрасывали. Но все равно это вот это постоянное перетаскивание тяжести. То есть вся флотская работа – это вот перетаскивание загрузка угля, его доведение до кондиции и закладывание в топку. А нефть как удобно. Залил в бак, из бака подается в горелку, которая обогревает котел. И все, все очень просто и красиво. Вот это вот переход топлива на нефть. Особенно на нефть перешел флот царицы Марии Великобритании. Это было очень важное явление. Исход такой. Нефть стала очень важным продуктом для армии, для флота английского. И с тех пор она стала стратегическим материалом. Потому что все-таки личный состав должен на флоте заниматься чем-то другим, чем перетаскиванием угля. Это очень здорово, когда можно подавать топливо по трубопроводу в горелку. Вот так вот. Нефть стала таким очень стратегически важным товаром, на самом деле. С годами добыча нефти только усложнялась постоянно. Может быть и напрасно человечество в свое время польстилось на дешевую энергию, которую сулили нефтепродукты. Потому что с каждым годом по мере истощения легко досягаемых, близко находящихся к центрам потребления источников нефти, ему человечеству приходилось забираться дальше, глубже, куда-то такие вот, какие-то такие вот места далекие. И вот где-то тут вот добывается нефть и горит попутный газ, обратите внимание. Вот оно, при добыче нефти попутный газ сжигается до сих пор. Несмотря на то, что вроде бы казалось бы попутный газ нужно утилизировать, что-нибудь из него добывать, но он оказывается очень часто взрывоопасен. Это тоже одна из проблем нефтяных промыслов, нефтяные пожары, их тушение. Это целая наука, потому что наука такая очень спокойная. Я как-то был на одном заводе химическом, завод искусственного Каучука, вот жду, значит, главного инженера, по-моему. А мне секретарь говорит, знаете, главный инженер сейчас занят, он говорит, на пожаре, сейчас подождите, он скоро придет. Приходит главный инженер с пожара, здрасте, извините, у нас там пожар, сгорел цех. Это обычное явление, тут никакого ЧП, сгорел цех на химическом заводе. Это общее место, это, так сказать, издержки производства, сгоревший цех. Вот оказалось, как, ну, я думаю, как цех сгорел, сейчас об этом будет в прессе, или там закрытое постановление ЦК КПСС призвать к ответственности. Нет, это рабочий момент. Ну, так вот, тоже рабочий момент, это сжигание попутного газа. К сожалению, трудно его переработать, трудно его сжигать, как энергетический какой-то газ, даже просто для нагревания котла, потому что горение его неуправляемое, взрывоопасное, просто разнесет котел рано или поздно. Вот его сжигают, так просто вот выбрасывая в атмосферу, как на этой фотографии показано. Знакомая нам штучка, качалка нефтяная. Сейчас нефтяные качалки приводятся в движение обычно дизельным двигателем, реже электрическим. И вот она так вот, это коромысло постепенно, постепенно, с глубины поднимает понемножечку нефть. Очень понемногу она качает нефть, на самом деле. Я видел такие качалки в Баку, которые качают просто воду. Они стоят, значит, в черте, вот, так сказать, поселка рабочего, где люди живут, и из нее течет беленький поток воды, в общем, достаточно жиденькой струйкой. Те времена, когда считалось, что скважина, которая в день дает тысячу пудов, то есть 16 тонн нефти, причем нефти, а не смеси нефти с водой, там, где там нефти несколько процентов, считалось предельной в смысле рентабельности, да, меньше уже не имело смысла быть, а были, говорит, и больше, которые дают, там, миллион пудов в день. Вот такие были, вот, так сказать, нефтяные фонтаны когда-то. Сейчас все это вынимается очень большим трудом. Особенно не стоит удивляться тому, что нефть так сильно дорожает, и якобы влияет на развитие экономики. Цена нефти якобы тормозит экономику. Вот, между прочим, открою вам маленькую новость, сообщение. Практически не буду комментировать. Вот большие высоколобые умы из области экономики сказали следующее. А раньше считалось, что некий такой вот мировой экономический кризис, ну, не кризис, а замедление экономического развития, который наблюдалось в 70-е годы, был связан с нефтяным шоком, с резким ростом нефтяных цен, который в ту пору наблюдался. Теперь это так не считают экономисты. Вот наши теоретики определили, что, оказывается, последние годы, когда скачки цен на нефтяном рынке тоже очень заметны, вот к такому какому-то вот спаду, к депрессии, к снижению темпов роста практически не привело. То ли это потому, что стоимость теперешних нефтепродуктов, вот их, ну, составляющая цены нефтепродуктов в стоимости конечного продукта, да, вот какую-нибудь китайскую игрушку сделать, да, сколько для этого нужно нефти, какой процент стоимости составляет вот исходная нефть, а какая, значит, работа и все прочее. Вот. Вот оказывается, что не влияет на общий спад. Все почему-то от роста нефти только получают, от роста цены на нефть только имеют что-то лишнее. Вот как-то вот за счет чего-то к спаду это не ведет. К инфляции ведет, а вот к спаду не ведет, оказывается, рост цен на нефть. Вот такое открытие недавно сделали экономисты, пишут теперь они об этом в газетах. Ну, вот я имею честь до вас довести без всяких комментариев этот факт. Ну, собственно говоря, в контексте нефти имя Менделеева звучит как имя одного из, как сказать, от теоретиков, предложивших свою концепцию образования нефти. Вы знаете, когда я готовился к этой передаче, вот оказалась для меня следующая новинка, что первые идеи, да, первые, так сказать, идеи, которые так вот конкретно научно сформулированные о том, что нефть имеет органическое происхождение, появились только в середине 20 века. До этого существовали несколько гипотез, лучше сказать, несколько теорий происхождения нефти, которые подразумевали происхождение нефти исключительно из неорганических продуктов. Ну, вот, например, с углем сразу всё было ясно, ну, или почти сразу. Уголь воспринимался как окаменевшее, обуглившееся дерево, то есть дерево в отсутствии кислорода, значит, подвергается, значит, скажем так, гниению, наверное, не совсем корректно сказать, да, разложению, вот, значит, бескислородному, да, анаэробному старению, скажем так. И в этом случае огромная масса углерода остаётся, значит, в таком окаменевшем виде. Эта гипотеза сразу легко подтверждается и окаменевшими стволами деревьев, которые находили в угольных шахтах, и отпечатками экзотических листьев, тех древних деревьев, из которых образовались залежи уголя. Тут всё было понятно. Непонятен только один момент, как образовалась нефть. Вот до сих пор он непонятен. Во времена Менделеева вот этот уже вопрос об образовании нефти из плоскости таких абстрактных рассуждений перешёл в плоскость конкретного бизнеса. Если знать, как образуется нефть, можно, значит, ну, искать более целенаправленные её залежи, то есть ориентироваться на геологическую историю планеты, на вот различные отложения, в которых нефть может образовываться так или иначе, да. Ну вот нефть очень загадочный объект. Повторюсь. Значит, Менделеев придерживался такой гипотезы. Нефть получилась при соединении карбидов металлов с водой, которая по разломам проникала вглубь земли. Вот такая вот была идея Менделеева. Ну, такая очень квалифицированная, грамотная идея. Мне она, например, очень нравится. Хотя сейчас в науке доминирует гипотеза об органическом происхождении нефти, я об этом скажу, скажу те, скажем так, наблюдения, те экспериментальные факты, которые подталкивают людей к органической гипотезе происхождения нефти. Это ещё не значит, что она верна, кстати говоря. Вот эта вот гипотеза Менделеева о происхождении нефти путём взаимодействия воды с карбидами очень плодотворно, в принципе. Вот, скажем, когда карбид кальция смешивают с водой, получается ацетилен. Помните такой, значит, газ, которым сварщики, газосварщики, сваривают трубы водопроводные, вот это вот ацетилен. Ацетилен – очень интересная молекула. С2H2. Вот так. То есть выглядит молекула следующим образом. СН. Вот эти вот С между собой соединены тройной химической связью. Три пары электронов у них объединены. В любой момент кто-нибудь подошедший со стороны, какая-нибудь другая органическая молекула, может разорвать эту связь и к ней присоединиться. Можно таким образом из ацетилена получать всякие другие сложные соединения. Вот из этилена, у которого только двойная связь, можно получать спирт. Тоже, кстати, одна из идей, которую, значит, распространял Менделеев. Значит, техники получения спирта из нефтепродуктов путем гидрирования ацетилена. Значит, ацетилен добавляется в вода, соответственно, в реакторе, и происходит его соединение. При присоединении воды к ацетилену С2H2, прибавить H2O, получается С2H5OH. Вот это вот, значит, винный спирт. Обратите внимание, при этом не возникают никакие сивушные масла, как замечательно, чисто, против, скажем, деревянного спирта, выглядит вот этот вот синтетический из нефтепродуктов спирт. Вот так вот он выглядит замечательно, привлекательно. Ну, так вот, эти сложные молекулы могут друг с другом соединяться, образовывая в дальнейшем длинные цепочки. Ведь чем замечательный нефтепродукт? В них очень много длинных соединений. Значит, соответственно, во времена Менделеева, вот, длинными, да, де-факто считали соединения, которые нельзя отогнать в виде вот таких жидкостей, как светильный керосин, да, керосин для осветительных ламп. Значит, в бакинской нефти вот этих длинных соединений получалось значительно больше, чем в пенсильванской нефти, да. Так сказать, выход в 2,5 раза меньше был керосина из российской, из бакинской нефти, чем из пенсильванской. Значит, вот, соответственно, больше было в бакинской нефти нефтяных остатков, более длинных молекул. А как могли такие более длинные молекулы образоваться в нефти? Значит, если метан, болотный газ легко образуется на дне водоемов, то я что-то не слышал, что в состав болотного газа, ну, болотного газа не как CH4, да, а болотный газ, тот, который со дна водоемов выделяется, чтобы там, в этом болотном газе были какие-то более длинные гомологи метана, да. Вот что-то этого не слышал. А как же в земных залежах такой вот, в общем-то, подвижный газ, как CH4, он достаточно легкий, он ведь легче воздуха, у него, если у воздуха средний молекулярный вес где-то 28,5-29, то у метана только 16 CH4, который стремится кверху по разлому коры, как-то он там где-то там застрял и сумел превратиться в жидкую нефть, а потом еще эта жидкая нефть легко достаточно из верхних слоев просачивается на поверхность, там, значит, попадают водоемы. Кстати, вот такой вот признак для поисков нефти Менделеев указывал, а жирная нефтяная пленка на поверхности водоемов, вот, значит, в этих местах можно искать нефть. То есть, это были те благословенные времена, когда загрязнение природонефтепродуктами происходило не по вине человека, а просто по вине природы, просто просачивалась нефть на поверхности. Земля, как говорится, сочилась нефтью, земля обетованная, да, где-то земля обетованная сочится молоком и медом, а вот в XIX веке она сочилась нефтью. Жирная нефтяная пленка на поверхности ручьев и водоемов, вот такой признак, здесь надо искать нефть. Это, конечно, вторичные совершенно признаки появления нефти, просто сам факт, что вот из земли сама, так сказать, прет, да, под действием давления нефти. Кстати, сейчас человечество добралось добывать нефть со дна водоемов. Между прочим, нефть только на континентальном шельфе есть. Вот есть или нет нефть, значит, за пределами континентального шельфа, то есть не там, где континентальные вот эти вот плиты, на которых мы живем, а молодая земная кора, более тонкая, или нет там нефти, это вопрос как-то вот открытый. Открытый он, в частности, потому что на больших глубинах трудно вести разведывательное бурение. Вот, тем не менее, есть смысл попробовать, вдруг и там удастся найти нефть, тогда в очередной раз будет поколеблена, значит, гипотеза об органическом происхождении нефти. Да, была такая очень простая гипотеза, как произошла нефть. Значит, когда возникла молодая земля, когда это была еще не планета, вот в нашем понимании, где можно было ходить ногами, а что-то такое вот, только она образовалась, наверное, говорит, на ней было много вот этих всяких вот органических таких вот соединений, из которых потом и образовалась нефть. Вот такая вот гипотеза, да, не происхождение нефти, не как результат жизнедеятельности организмов, а вот просто вот так вот, да, вот такая вот гипотеза. Ну, из всех гипотез неорганического происхождения, гипотеза Менделеева, мне лично кажется, наиболее такой вот приемлемой, наиболее подходящей, наиболее современной. Есть еще одна, значит, органические уже гипотезы, стали очень... Собственно, их нет, вот гипотез, как механизм образования из органического материала, то есть из органических остатков нефти, я что-то нигде не видел, что был описан. Есть факты, которые указывают на то, что вроде бы вот он фактик, который подсказывает, наводит на мысль, что это нефть. Значит, некто находит на частичках битума следы, так сказать, пуриновых оснований. Пуриновые основания – это такие вот пятиугольные циклические молекулы. Значит, пятиугольник такой вот циклический, да, цикл. Цикл из углерода-водородов, значит, пятиугольник. Ну, пятиугольную звезду, представляете? Пятиугольник как знак качества или пятиугольник как в плане нарисованный Пентагон, Министерство обороны Соединенных Штатов. Вот такого вот плана молекулка. Кстати, очень важная для человека молекула. Эти пуриновые основания не все люди, оказывается, организмы не всех людей могут вырабатывать в достаточном количестве. Пуриновые основания – это совершенно необходимый элемент гемоглобина. Вот в этом вот гемоглобине такой, как бы сказать, щит, набранный из пуриновых оснований, вот его держит молекула глобула гемоглобина, и вот в середине этого щита вмонтирован атом железа, который принимает на свои вот эти вот химические связи кислород, когда проходит через легкие кровь. Вот он, каков гемоглобин. Вот очень важные вещи. Вот у некоторых людей гемоглобин, вот это вот пуриновое основание не вырабатывается, им приходится, значит, потребляя чужую кровь их получать. Да, вот отсюда вот эта вот знаменитая история с вампирами, со всякими такими вот чудесами средневековыми. На самом деле действительно существуют люди, которые нуждаются вот в подпитке себя пуриновыми основаниями. Так вот именно следы этих пуриновых оснований были где-то там на кусочках битума, который был найден в нефти, обнаружены. То есть вот оно доказывает органическое происхождение. Еще один факт, очень такой тонкий, научный, о нем стоит поподробнее рассказать. Вы знаете, молекулы, оказывается, органического вещества имеют сложное строение, кто бы мог подумать. Они имеют такое сложное строение, что молекулы одного и того же состава может иметь различную, скажем так сказать, форму, это называется изомера, да, различные, вот так сказать, в плане измерения. Бывают изомеры, которые называются оптическими изомерами. Эти молекулы похожи друг на другу, как две руки, да, вот две руки, вот они разные, но они похожи, как две руки, как правая и левая, они как зеркальное отражение. Так вот, оказывается, молекула органического вещества обладает только одной симметрией, скажем, только, грубо говоря, правая рука, например. Как это определить? Это очень интересный процесс, о котором, надеюсь, мы будем говорить, когда я вам буду повествовать от имени Менделеева о сахароварении, да, вот там вот сахароварение, это очень важный процесс. Очень важный способ измерения, так сказать, сахарометрии называется. Когда свет проходит через раствор органического вещества, какого-нибудь, то плоскость поляризации его может поворачиваться. Я как-то вам давно-давно рассказывал про то, что свет бывает поляризован. У него, видите ли, колебания электрического вектора могут быть направлены в одном направлении. То есть все кванты света, все вот эти фотоны, каждый из них, значит, это совокупность двух полей, электрического и магнитного, которые перпендикулярны. И вот представьте себе, что так сумели сориентировать, все кванты света имеют только вот одну поляризацию, одно направление электрического поля, вот в этой плоскости. Ну, и, соответственно, магнитного в другой плоскости. Так уж исторически получилось, кстати говоря, что плоскостью поляризации света считается как раз плоскость, в которой колеблется магнитное поле. Ну, так вот получилось. Ну, так вот, этот свет, падая на некоторые изомеры, оптические изомеры их называют, может поворачивать свою плоскость поляризации. Так вот, все живущие на Земле организмы используют только изомеры, значит, определенные оптические изомеры. Любое органическое вещество поворачивает только в нужном направлении, только в одном абсолютно направлении плоскость поляризации света. У меня всегда в детстве была такая вот идея, ну, в молодости, да, вот бы вот где-нибудь построить огромный рудник по добыче костей динозавров, из них добывать жалкие остатки органического вещества, что от динозавров остались, и доказать, что у динозавров плоскость поляризации, значит, вот их белков, их органические вещества по совсем другую сторону поворачивается, чем вот у современных животных, что оказывается, что динозавры совсем не такие, как мы были, да. Ну, вот такая вот мысль проверить, да, заодно стать директором большого горно-богатительного предприятия, да, по добыче костей динозавров. Там же многих потребуется, чтобы органику найти из окаменевших костей. Ну, так вот, оказалось, что в нефти попадаются оптически активные замеры. Вот, оказывается, что это как бы следы жизни. Ну, на самом деле, вот эти оба факта, обнаружение пуриновых оснований и оптическая активность изомеров органических веществ, которые содержатся в нефти, она ни о чем не говорит, по большому счету. Следы жизни могли попасть туда и в другое время. Известен совершенно факт, что, например, значит, возможности радиоуглеродного анализа, слышали про такое, да, радиоуглеродного анализа, ограничены по времени тем, что старые органические остатки, скажем, которые лежали в земле или где-то там, я не знаю, спрятаны в надежном месте там 100 тысяч лет, уже совершенно бесполезно оценивать количество в них старого радиоактивного углерода, да. Я вам в двух словах напомню, в чем заключается радиоуглеродный анализ, так сказать, возраста вещества. Значит, вот в воздухе, которым мы дышим, которым дышат растения, постоянно присутствует смесь изотопов углерода, да, вот та, которая тут есть. В ней есть радиоактивный углерод, его очень мало. Этот радиоактивный углерод образуется в атмосфере под действием космического излучения, которое взаимодействует с атомами азота, да, которого в воздухе вполне достаточно. И вот этот вот радиоактивный углерод попадает в растения, и в растениях, в ходе их хранения, так сказать, ну, вот остатков этих растительных дерева там, что-нибудь из дерева сделанное, какая-нибудь мебель, какой-нибудь объект, который хранится в гробнице фараона, или старинный окаменевший камень в каком-нибудь древнем болоте, да, где там жили древние люди в тех местах. Вот он, значит, постепенно, старый углерод разлагается. Если сжечь по специальной методике, разумеется, вот эту старинную деревяшку, или старинное растительного происхождения объект, там, ткань, например, и выделить из нее углерод, оказывается, что доля радиоактивного углерода, который убывает со временем, вот там, значит, какая-то определенная есть, да. Тем не менее, доказано абсолютно, что вот этот метод имеет предел по глубине изучения. Самые древние объекты, которые можно изучать, ну, где-то на уровне 10 тысяч лет, насколько я понимаю, да. При длительном хранении постоянно молодым углеродом обогащается вот эта вот деревяшка, ткань, значит, все, что угодно. Известно, вот, знаменитая, так сказать, туринская плащаница, при радиоуглеродном анализе которой возникли проблемы. Он давал ей более молодой, так сказать, возраст, чем положено быть плащаницей, в которой было завернуто тело Иисуса Христа. Дело в том, что, оказывается, плащаница была в средние века, во время, так сказать, пожара, естественно, она прокоптилась и была обогащена более молодым углеродом вот того средневекового, так сказать, пожара, который издвинул ее, значит, так сказать, татировку, да. Вот произошел вот этот вот обмен углеродом. Вот такой вот явный произошел вот момент. Ну, так вот, за миллионы лет, десятки миллионов лет, которые хранятся в земной толще нефти, она тоже могла запросто обогатиться и органическими остатками, и всем чем угодно. Так что, вот видите, я подвожу базу потихонечку такую, что гипотеза Менделеева – это самое то. Вот, кстати говоря, фотография, сделанная в Баку на нефтяных камнях, вот там так вот добывают нефть в море, с таких вот эстакад, там нельзя курить, вот такие вот сложности у людей. Карта месторождения – очень интересная вещь. Значит, оказывается, месторождение нефти, как правило, вот сейчас такая есть геологическая теория, привязывается к древним водным бассейнам. Что это? Значит, связано с каким-то болотным водным происхождением нефти, да? Из планктона, говорят теоретики. Поэтому мы утверждаем, что нефть произошла при разложении, при брожении, при переработке остатков планктона. Ну, трудно сказать, планктона или не планктона. Если загнуть вглубь земли, а это, кстати говоря, вот в зависимости от глубины, как часто встречается нефть, да? Вот, оказывается, нефть доходит до глубины вплоть до 5,4 километра. Это очень большая глубина для остатков такого вот органического происхождения. Очень большая глубина. Но там нефть встречается. Вот. Я хочу вам вот что показать. Как нефть залегает? Нефть, оказывается, по всей видимости, поднимается откуда-то с глубин, и ее подъем останавливается перед какой-то непроходимой, значит, преградой. Очень любимая преграда, любимая нефтью преграда, ну, в том смысле, что она и для нее непроходима, это соль, каменная соль. Вот она не может просочиться через каменную соль и останавливаться. Вот под этими каменными, колпаками где-то там из каменной соли, вот бывают, так сказать, линзы нефтяные, которые можно, значит, добывать, соответственно, нефтегазовые линзы. Вот. И вот это вот в разломах накапливается нефть. То есть, может быть, та привязка нефтяных месторождений к объектам, вот, связанным с древними отложениями, как раз связанным с тем, что вот эти вот отложения морские, вот как-то особенно проницаемы для нефти. Есть какие-то щиты, через которые она в этих отложениях не может проникнуть. Вот. Ну, я думаю, что мы продолжим наш разговор об этих вот нефти. Тем более, что переработка этой нефти – это сугубо химический процесс, связанный с именем Дмитрия Ивановича Меделеева. Удачи вам, всех благ, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok